Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила на тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ состоялась лекция Юрия Борисова, вице-премьера России. Заседание круглого стола на тему профилактики конфликтной ситуации в молодежной среде. Новые методы блокировки запрещенных сайтов. Со знакомительным визитом, а также для встречи со студентами в КФУ, прибыл Юрий Борисов, заместитель министра обороны Российской Федерации. Подробности узнаете в следующем сюжете. 22 марта в Казанском федеральном университете заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам обороны промышленного комплекса Юрий Борисов прочитал лекции для студентов КФУ. Он обсудил со студентами современное состояние и перспективы отечественной промышленности, науки и обороны промышленного комплекса. Наверное, для вас будет полезно, я вам немножко расскажу, что такое оборонно-промышленный комплекс, из-за чего он состоит, текущее его состояние, чем он занимается, какие-то перспективы, в надежде на то, что, возможно, многие из вас свяжут свою судьбу с оборонно-промышленным комплексом и выберут профессию, достойную профессию, связанную с разработками вооружения и военной техники. Действительно, в этой лекции прозвучали некие цифры, некоторые показатели, перспективы этого направления, что действительно сегодня в России развивается вот это направление, агро-промышленный комплекс, колоссальными темпами. И, конечно, сегодня для этого комплекса требуется очень много молодых ребят, умных ребят и, почему-то, самых умных, самых, так сказать, креативных физиков, инженеров, техников, электронщиков. И лекция была причина именно этому, то есть рассказать молодым людям, как сегодня в России это развивается, и что нужно в это идти. Действительно, это очень важно. Визит Юрия Борисова начался с презентации возможностей КФУ в области инженерии, робототехники и беспилотного транспорта. Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал об инновационных решениях университета, созданных в партнерстве с крупнейшими компаниями страны, такими, как КАМАЗ. Военно-промышленный комплекс включает более тысячи организаций, каждая из которых является потенциальным работодателем для выпускников КФУ и заказчиком научных исследований. Эта лекция была важна для молодых людей, у которых был полный зал сегодня. Это физики, математики, айтишники, инженеры. И вопросов было очень много таких злободневных, очень важных для этих молодых людей. И я думаю, что для них тоже было важно, потому что они увидели, где можно работать в России, действительно. В рамках лекции студенты интересовались карьерными перспективами, связанными с возможностью трудоустройства в дизайн-центрах в радиоэлектронике. Было много вопросов. Студенты очень активно участвовали в дискуссии, задавали вопросы. И тема очень интересна была для ребят. И я думаю, что потом еще будут у них вопросы. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошел круглый стол по профилактике конфликтных ситуаций в молодежной среде. Обо всем поподробнее в следующем сюжете. Автономная некоммерческая организация Института исследований Центральной Азии, базирующаяся в Институте международных отношений Казанского федерального университета, организовала круглый стол на тему механизма профилактики и предотвращения конфликтных ситуаций в молодежной среде. Опыт России и Центральной Азии. В мероприятии приняли участие проректор по общим вопросам КФУ Решат Гузейров, депутат Государственного совета, директор Дома дружбы народов Республики Татарстан Ирек Шарипов и другие. Нам интересен опыт в странах Центральной Азии, в частности Казахстана, то, что проводится, как проходит урегулирование именно предотвращения данных конфликтных ситуаций. И ключевой момент, я всегда считаю, что не должно быть конфликтных ситуаций, потому что должна четко и ясно работать профилактика. Также были привлечены специалисты из Казахстана. Участники представили свои презентации по проводимой работе. У нас идет установка на анализ того, что делается в Казахстане, и анализ тех позиций, ну, как обычно, в исследовании, которые являются проблемными все-таки, да. Например, вот я сегодня говорил, что проблемной позицией, безусловно, является само восприятие экстремизма. То есть все-таки есть экстремизм вообще, есть экстремизм, ведущий к насилию, или так называемый насильственный экстремизм. Это разные вещи. На мероприятии председатель Совета Молодежной Ассамблеи Республики Татарстан Тимур Кадыров отметил, что по инициативе Казанского федерального университета в Доме дружбы народов будут проводиться ежеквартальные встречи с руководителями вузов по профилактике конфликтных ситуаций в молодежной среде. Другой задачей этих встреч является работа с иностранными студентами. Это наша практика. Мы вообще уже несколько лет практикуем такие мероприятия, как встречи с иностранными студентами. То есть мы безвозмездно предоставляем площадку Дома дружбы народов Татарстана для всех вузов, где есть иностранные студенты, потому что стоит задача адаптации мягкого вхождения иностранных граждан в нашу социокультурную среду. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универ Ньюс. Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками. Нужна ли подобная система и сможет ли она лучше людей следить за блокировками запрещенных в России сайтов в следующем сюжете. Роскомнадзор заказал разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать, блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками. Итоги конкурса должны подвести 8 апреля, а создать данную систему к декабрю этого года. Данная система позволит снизить затраты на проведение круглосуточного контроля за поисковыми системами. Существующие информационные технологии, сетевые технологии, в общем-то, позволяют обеспечивать контроль и мониторинг на уровне специальных пакетов, пересылаемых по сети, возврат которых, собственно, и будет показывать возможность доступа к сайту. Скажем, выявление самого факта неисполнения даже одного, по сути, это уже успех. Сейчас для проверки конкретного поисковика необходимо соответствующее задание со стороны Роскомнадзора. После этого сотрудники главного радиочастотного центра вручную проверяют, выдает ли поисковик запрещенные в России ресурсы. С внедрением системы проверка будет осуществляться автоматически, но также по заданию службы. Автоматическое средство, по сути, позволит расширить количество опросов, ну и, собственно, частоту посещения, частоту мониторинга информационных ресурсов. Магнитный полюс Земли быстро смещается в сторону России. Эта новость недавно потрясла научные издания по всему миру. О том, чем это опасно и как это событие повлияет на жизнь обычных людей, узнал наш корреспондент. Магнитный полюс Земли С точки зрения именно испорченной связи, тут тоже действительно сложный вопрос, поскольку Арктика является в нынешнем варианте местом, где располагается интересы многих стран, от шельфов до полетов авиации, экономным маршрутом через полюс, если вдруг нужно в Америку перелетать. И в этом смысле, если связь портится, то, в общем, нарушаются все вот эти возможные коммуникации. Естественно, с этим как-то борются, но, как говорится, приходится подстраиваться. То есть, вот, собственно говоря, к чему сказать, выключить эти возмущения нельзя, просто иногда прибегает к альтернативным связям, к метеорным следам, там, остальным вариантам. Во внешней жидкой части ядра за счет вращения Земли и сложных движений жидкого проводящего вещества формируется геомагнитное поле. Это поле в первом приближении можно описать как поле постоянного магнита, который расположен в центре Земли. Реальное геомагнитное поле, конечно, существенно сложнее. Иногда магнитное поле может исчезнуть совсем, а затем снова появиться, но уже в другом направлении. Ну, слушай, магнитный полюс, он меняет свое положение постоянно. Он никогда не находится на одном месте. Он все время передвигается. И за историю Земли он уже прошел там сотни тысяч километров, ну, вот, в районе вот северного и южного географического полюса. Поэтому, как бы, говорить о каком-то необычном поведении полюса, ну, не приходится. Да, у него сейчас скорость перемещения, как бы, считается аномально высокими. Но, на самом деле, за геологическую историю такие скорости достигались не раз. Изменение координат северного полюса Земли не предполагает изменение биосферы и урон здоровью человека. Последствия смещения полюса могут оценить только представители космической отрасли, организации, которым нужны точные измерения, авиа- и судоходные компании, а также военные. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универт Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч.